Библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава пророка Исаии. Читаю свой перевод для библейского портала экзегет с небольшими комментариями. Ну вот, тема этих 20 глав — это разорение, разрушение разных стран и вообще всего круга земель, известного пророку. Но с осмыслением. Не просто так, все будет очень плохо, все рухнет, развалится. Зачем это все происходит? Что происходит? И в 25-й мы пришли к тому, что Иерусалим станет городом спасенных, Иерусалим станет местом, где Господь явит свое спасение людям. Причем здесь граница между спасением для Иудеи, Израиля и спасением всего человечества довольно условна. То есть говорится об одном, но в общем-то и о другом тоже. В тот день будут петь земле иудеи такую песнь. Мощный у нас город, Бог нам свое спасение дровал вместо стены и вала. Ну, понятно, что в древности города были обнесены стенами, до сих пор там в Москве бульварное кольцо, садовое кольцо. Это же бывшие городские стены. Потом изменилось военное дело, и сегодня понятно, что уже никакая стена не спасет от боевых действий. И поэтому люди придумывают другие способы, например, там ядерное оружие или что-то еще, чтобы сдерживать возможного агрессора. А здесь все то же самое, уже не нужно строить стены, потому что Господь даровал нам свое спасение. Потому что Господь — наше супероружие, которое не даст никому на нас напасть. Не нужно строить укрепление. Отворите ворота. Пусть войдет праведный народ, который хранит верность. Все-таки ворота есть. Ну, ворота — это, конечно, не просто дырка в стене, это такое место, которое служит процессием. До сих пор триумфальные арки можно увидеть во многих городах, которые не есть вход, а есть просто такой маркер пространства. Вот триумфальная арка, через которую можно пройти или проехать, хотя уже по большей части нельзя. Но когда-то их строили для того, чтобы в город въехал триумфатор через эту арку, чтобы он, победитель, показал, что вот он входит в этот город, и все увидели вот этот такой символический жест. А здесь победитель Господь, но входит весь праведный народ, который хранит ему верность. Как за триумфатором идет его армия? Обычная история. Победитель, царь, полководец, и за ним его верное войско. Того, кто тверд, ты в мире сохранишь, в мире, ибо на тебя он уповал. Непрестанно уповайте на Господа, ибо Господь — вечная твердыня. Вот только что про разрушение, и вы понимаете, что города это все временное. Все эти ваши царства, империя, в более позднее время республики и так далее. Это все не устоит. А Господь устоит. Он низвергает обитателей высот, обрушивает город, что стоит высоко, обрушивает его наземь, повергает в пыль, чтобы топтали его ноги. Ноги бедняков, стопы нищих. Вот это вечная тема у Иса, и постоянно он к ней возвращается. Это высокая, падает ради низкого. Богатые становятся бедными ради тех, кто уже беден, кто уже нищ. И ведь Исаия начинает свою проповедь с обличения, по крайней мере, книга начинается с обличения всех этих злоупотреблений, когда насилие, когда неправосудие, когда всевозможные злоупотребления. Конечно, в основном это богатые угнетают бедных. Ну и логичный вывод. Именно богатые падут первой жертвой. Хотя, когда падает город, это касается всех. Но нищие, они так нищими и остались. А вот с богатыми эта перемена гораздо более очевидна. Дорога праведного пряма, и праведника в пути поддержат правосудные. Ну а вот, соответственно, если вести себя иначе, то и итог будет иным. Исаия, в общем, придерживается вот этой мудрости книги-притчи, что хорошему человеку в жизни в основном добро приходит. Но, к сожалению, вот есть много исключений. Книга Иова, кстати, об этом нам напоминает. Мы, Господи, уповаем на Тебя и на путях правосудия Твоего. Память о Тебе. Вот чем наша душа жива. Что значит правосудный, праведный? И вот впоследствии об этом будет подробно писать апостол Павел, что Авраам поверил Господу, это вменилось ему в праведность. Потому что, ну, кто из нас праведный? Кто из нас не согрешил? Кто из нас исполнил все? Кто из нас совершил все мыслимые праведные поступки? Наверное, уже и в Ветхом Завете люди понимали, что никто. А вот праведник – это тот, кто уповает на него. Кто ступает на путях правосудия Божьего. Не значит, сделал все правильно. Это не всегда возможно. Это не всегда нам удается. Но, по крайней мере, идти по путям правосудия, а не наоборот. По крайней мере, стремиться к этому. Стремиться к Тебе в ночи моя душа, ищет Тебя сокровенный мой дух, когда утверждаешь Ты справедливость на земле, чтобы знали о Тебе обитатели мира. Смотрите, стремиться в ночи душа, ищет сокровенный дух – это же мистические какие-то озарения, это там тайные молитвы, это что-то такое, что касается человека лично только. Но все это действует, когда утверждаешь Ты справедливость на земле, чтобы знали о Тебе обитатели мира. То есть вот это тайное мистическое общение с Богом, оно одновременно связано с утверждением справедливости, с тем, чтобы к бедным, к нищим, но и вообще ко всем относились так, как они этого заслуживают, и чтобы об этом слышали другие. То есть мистика становится средством проповеди. Тайная молитва становится вкладом этого молящегося в то, чтобы мир жил по божественным законам, а значит, чтобы все человечество о Боге услышало. Нечестивцу явлена была милость, но праведности он так и не научился. Злодействует он в стране людей честных, величия Господня так и не видит. А вот и разница. Нечестивец — это не то, что человек, который совершил абсолютно все плохо. Наверное, он не все плохо сделал. А вот он не научился праведности и злодействует, не видит величия Господня. Вот опять эта теснейшая связь социальной справедливости и несправедливости с праведностью или неправедностью перед Богом. Одно без другого не бывает. Господи, занесена Твоя десница, то есть правая рука, но они ее не видят. Пусть со стыдом они увидят ревность Твою о Твоем народе и да пожрет огонь врагов Твоих. Господи, Ты даруешь нам мир и все дела устраиваешь для нас. Господи, кроме Тебя были другие властители у нас, но мы только Твое имя чтим, а они мертвы, уже не оживут. Среди теней они уже не встанут. Ты посетил их и погубил, истребил всякую память о них. Вот, соответственно, рассказ о том, что правителей у народа было много. Славные цари, вожди, предводители, там судьи были в книге, судьи, они описаны, пророки. Но на самом деле предводитель только Господь, потому что только Он вечен. Они просто погибают. Но Господь, Он остается с народом, и все, что с этим народом происходит, в бедствии или в процветании, это Его мировоздействие, это Его попытка воспитать свой народ, Его стремление направить этот народ к Его воле. Господи, как умножил Ты свой народ, как умножил народ, как расширил границы страны, какую славу стяжал, не мы стяжали, а Ты стяжал, хотя это наши границы расширились, Господи, в бедствии народ искал Тебя, шептал мольбу, когда постигла Его Твоя кара, а может быть, едва мог молиться, но неважно, во всяком случае, вот эта связь бедствия и молитвы, она здесь явно присутствует. Как беременная от боли кричит, когда подойдут роды, начнутся схватки, так и мы пред Тобой, Господи. Насили мы в очреве, мучились схватками, но родили ветер, не дали земле спасения, не произвели никого в этот мир. Смотрите, человек, он в каком-то постоянном поиске, человек, он постоянно что-то стремится создать, породить, как здесь это описано, как роженица, которая мучается схватками и кричит и плачет, и, соответственно, мы стараемся всячески что-то произвести, но ничего не произвели. Родили ветер, не дали земле спасения. Еще бы, как мы можем дать ей спасение, если оно не от нас. И вот ответ от Бога. Оживут ваши мертвецы, восстанут мертвые тела. Вы, кто пребывает в опрахе, очнитесь, ликуйте. Бог оросит землю светлой росой, она к жизни вернет мертвецов. Что имеется в виду? Буквальное воскресение мертвых? Возможно. Возрождение израильского иудейского народа, который погиб, который, в общем, в таком жутком состоянии, в рассеянии, в унижении, в плену, и он вернется на свое место, тоже возможно. Или такой общий принцип, что мы ничего не можем родить нового, люди. Мы просто ждем того, что Господь вернет к жизни мертвецов. Наверное, самое сокровенное желание. Вот Исаия об этом уже говорил, о том, что побеждена смерть, как покрывало, которое легло на все народы. А здесь не только она побеждена, в смысле, что люди не умирают, но и мертвецы возвращаются к жизни. Можно, конечно, понять, опять-таки, буквально, как воскресение мертвых, можно понять переносно, но дело даже не в этом. Мне кажется, и буквальные переносные значения здесь одинаково подходят. Дело в том, что действительно все, что говорилось выше, это история про то, как Бог меняет этот мир, меняет его ради своих людей. Ступай, мой народ, ступай к себе домой, двери за собой затвори, немного пережди, пока не утихнет гнев. Выходит из дворца своего Господь, чтобы покарать грехи жителей земли. И земля явит пролитую кровь, убитых не скроет в себе. Вот оказывается, даже это возвращение мертвецов, оно служит восстановлению справедливости. Мы часто понимаем, вот это пришествие Бога, вот это второе пришествие Христа, как говорят христиане, но, естественно, здесь не было еще первого, поэтому они это называют посещением Господним, Господь пришел к своему народу. Ну, в общем, это примерно про то же. Мы часто это понимаем, как вот такую всеобщую амнистию. Да, может быть, амнистия, но не вычеркивание памяти о грехах. Вот эти самые убитые, которые не скрываются больше в земле, которые выходят из него, которые говорят о том, что это было, как это произошло. То есть восстановление справедливости, это абсолютно необходимый элемент вот этого будущего преображения мира. И для Исаия это предельно важно, потому что не бывает никакой праведности, никакой мистической молитвы, никакого богослужения без элементарного справедливого и милостивого отношения к тому, кто рядом с тобой. Об этом практически вся его книга.